В регионе установят границы зон подтопления и затопления населенных пунктов. Они должны быть направлены на утверждение в Росводоресурсы до 2019 года. Кто ответит за свалки? Ростельхознадзор требует очистить тундру от мусора. Сами по себе, служба заказчика по ЖКУ поселка Искатели отказалась продлевать договор по управлению домом номер 6 по улице Геологов. С главными событиями этого дня в студии Иван Никонов. До 2019 года установят границы зон подтопления и затопления населенных пунктов Ненинского округа. Согласно графику Федерального агентства водных ресурсов, предложения об установлении границ зон затопления, подтопления и карт объектов землеустройства по 11 населенным пунктам округа должны быть направлены на утверждение в Росводоресурсы до 2019 года. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, на сегодняшний день объявлен открытый аукцион на заключение госконтракта по установлению границ зон подтопления и затопления села Великовисочное. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет определить расчетные максимальные расходы и уровни воды в реке Виска, составить ситуационный план, актуализировать сведения о жилых домах и объектах экономики муниципалитета, расположенных в зонах подтопления и затопления. Итоги конкурса будут подведены до конца апреля. Такую же работу, согласно графику Росводоресурсов, до 2019 года необходимо будет провести еще по 10 населенным пунктам округа. Это деревни Лабышская, Андик, Тошвицкая, Макарова, Куя, село Оксина, поселки Харивер, Харута, Искателей, а также город Наринмар. В конце прошлого года границы зон подтопления и затопления были установлены в поселке Красное. Эта работа проводится в регионе впервые и необходима для обеспечения защиты территории от негативного воздействия вод. Департамент природных ресурсов объявил о начале конкурса на предоставление в пользователь 17 рыбопромысловых участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Их общая площадь составляет почти 9 тысяч гектар. В конкурсе могут принять участие только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Согласно размещенной документации, на реках Ненецкого округа на конкурс выставлены 6 рыбопромысловых участков. Это Каменская коса, Сопка, Изба Волкова и Деткова на реке Печора, а также Каратайха и Яптаяхам на реке Каратайха. Еще 8 выставленных участков – озерные. Помимо этого на конкурс выставлены 3 морских рыбопромысловых участка для осуществления прибрежного рыболовства. Участки будут предоставлены в пользование сроком на год 10 или 20 лет. Прием заявок завершится 7 мая в 10 утра. Тогда же будет проведена процедура вскрытия конвертов. Она пройдет в Департаменте природных ресурсов. Неприятный подарок в год оленеводства получили труженики тундры. Дело в том, что земли, закрепленные за сельхозпроизводителями, долгое время использовались геологоразведкой и нефтяными компаниями. После завершения работы недропользователи оставили многочисленный мусор, который теперь представители Россельхознадзора требуют убрать. Финансовых средств и возможности его ликвидировать у оленеводов нет. За помощью они обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта, который организовал встречу с представителями природных ресурсов и прокуратурой. За происходящим наблюдала наш корреспондент Любовь Пермякова. На карте свала Кнининского округа отмечено огромное количество мест несанкционированного размещения отходов, большинство из которых находится в тундре. По этим объектам фронтовики давали обращение в Заполярный район, Департамент природных ресурсов, Росприроднадзор для того, чтобы предпринимались меры по их ликвидации. Россельхознадзор, в свою очередь, требует очистить территории арендаторов земли. А это значит, ответственными за уборку становятся сельхозпроизводители. По сути дела, оленеводы, на чьих землях обнаружен мусор. Куча хлама, ржавые автомобили, трубы достались им в наследство о деятельности геологов, нефтяников и воинских частей. Что делать с этими тоннами сокровищ работники тундры не знают. В последний такой яркий случай, огромный поселок на реке Адзева, там куча костей, ну там огромное количество денег нужно для того, чтобы рекультивировать. На средства геологов землепользователь на данном участке на сегодняшний день является ЕМТО, да, община ЕМТО. Вот. Ну и, соответственно, как бы получается так, что Россельхознадзор, проведя какие-то приемные проверки, направляет общине ЕМТО, письмо, в котором как бы указывают, что они обязаны навести на своем земельном участке участке порядок и, по сути дела, ну вот эту базу как бы рекультивировать. Вот, вы знаете, наверное, мне кажется, если ЕМТО продаст всех своих оленей, у них денег не хватит, чтобы эту рекультивацию провести. И таких примеров множество. В 2014 году от деятельности недропользователей пострадал СПК ХАРП. Заполярный район обратился в Россельхознадзор, и два месяца руководство кооператива подвергалось проверкам. Индекский сельхозкооператив тоже прошел неприятные процедуры. Теперь регулярно получают письма счастья от Россельхознадзора представители общины ЕМТО. По словам старшего помощника прокуратуры НАО Виктория Стеля, такие действия неправомерны. То есть трактор, строение, которое находится на этом земельном участке, это не просто муторные, а не отходы. Это не свалка в том понятии, как это расценивает Россельхознадзор. Сейчас у нас будет проведена проверка. Мы дадим оценку действиям Россельхознадзора. Чтобы решить эту проблему, избавить оленеводов от несправедливой ответственности, по словам представителей прокуратуры и фронтовиков, потребуется время. Необходимо ознакомиться с документами, на основании которых оленеводы принимали земли, а также изучить конкретное местонахождение и происхождение мусора. То есть должна быть проведена полная инвентаризация накопленных отходов. Важным этапом в решении проблемы станет и создание рабочей группы при прокуратуре НАУ, в которую войдут представители природоохранных органов. Она сформируется 24 апреля. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Жильцы дома номер 6 по улице Геологов с сегодняшнего дня остались один на один со своими проблемами. Управляющая компания служба заказчика ЖКУ поселка Искателей не захотела продлевать с ними договор, оставив после своего управления массу нерешенных проблем. Сегодня в подвале дома жильцы обнаружили настоящий потоп из трубы с горячим водоснабжением. Подвал дома номер 6 по улице Геологов сегодня больше напоминает просторную дышевую кабину. На трубопроводе система горячего водоснабжения образовалась течь. Как давно здесь хлещет вода, сейчас сказать сложно. Жильцы заметили это только сегодня, когда в очередной раз решили проверить коммуникации дома. Для них это дело привычное. А сегодня я пошел проверить. А вы сами? Сам хожу. Зная проблемы? Это, да, уже не первый раз, мы уже вызывали как-то еще. Мы в службу заказчика было, с соседом ходили. Зашли, окно открыто было, порвали. Заходим в подвал, у нас отопление прорвало. А, то есть еще и помимо того, что было горячее и холодное, еще и отопление? Да, они по отдельности. А дом у нас, в принципе, общий сдан был, что горячее водоснабжение от системы отопления. От технического вода? Да. Потом переделали они в 2014 году, вот так, осуществлен неправильно, акт составлен. Жильцы говорят, трубы в подвале давно проржавели и требуют замены. Но управляющая компания в свое время так ничего и не сделала. По утеплителям данным, ну, этого образца или другого, находятся трубы, которые не окрашены. Или даже если она окрашена, но в летний период, то есть когда отопление отключают, они конденсируют. Получается перепад температур, и эта влага потом приводит вот к этому, что под этим утеплителем трубы просто-напросто сгнивают. Данная такая же проблема у нас, например, на Россихино-2 дом. Там все выпис, согласно предписанию, устранили, но трубы в течение двух лет они сгнили. Вот такая вот проблема. В прошлом месяце служба заказчика по ЖКУ поселка Искателей в письменном виде уведомила жильцов о том, что отказывается продлевать договор управления их многоквартирным домом. С сегодняшнего дня они сами по себе, наедине с нерешенными проблемами. Проблемы самих жильцов остались, как сами видите, самим жильцам. Что хотите, то и делайте. У нас просто это не слышит. Да, администрация как бы самоустранилась, хотя у них тоже по закону определено, что они должны осуществлять муниципальный контроль. Уже неоднократно было из жилинспекции сказано. Ну а жила инспекция, что она выписывает предписание и согласно, почему дом и управляющая компания от данного дома-то и отказалась. Они выписали предписание, которое управляющая компания вовремя не выполнила. То есть получили штраф 250 тысяч и дальше сказали, что мы за вашего дома оттепим большие убытки. Обращался в поселковую администрацию председатель совета дома Валентин Тарасов. Но там о коммунальных проблемах словно не слышит. А в администрацию поселковую вы к кому ходили? И с Дроздовым разговаривали, и с Казыченко. А вот к самому главе, заместителям? А его что-то не было или чего-то. А когда ходили? За всю неделю последовало? Прошлую неделю, наверное, с понедельника, вторник, позапрошлую и был. Я же не один ходил, еще вот тварься отдельно ходит. Это сейчас мы уже объединились, сказали. Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, мы обратились в Гострожилнадзор. В конце октября прошлого года инспекции службе заказчика по ЖКУ поселка Искателей было выдано большое предписание по устранению нарушений. В настоящее время управляющей компанией осталось исполнить два пункта. Об этом в телефонном интервью нашему каналу рассказал заместитель начальника инспекции Сергей Абрамовский. Исполнение устранения нарушений по системе горячего водоснабжения трудопровод до 15 сентября 2018 года. Второе это по поводу поверки общего домового прибора учета тепловой энергии. Оно до 15 мая 2018 года. Те дефекты, которые управляющая организация не устранила в период своего управления, ее можно, в принципе, будет даже обязать через суд, в том числе через органы жилищного надзора. Если собственники обратятся к нам с ходатайством выступить в их защиту, их прав, то мы тоже сможем выступить с этим иском об обязании устранения тех дефектов, которые она оставила, скажем так. Ушла с дома и оставила этих невыполненными. В скором времени жильцы дома намерены провести собрание, чтобы выбрать новую форму управления своим многоквартирным домом. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 8 апреля отмечается праздник 100 лет военным комиссариатом Министерства обороны Российской Федерации. В этот день в 1918 году декретом Совета народных комиссаров об учреждении волосных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам были учреждены военкоматы. Сотрудников и ветеранов Ненецкого военкомата чествовали сегодня во Дворце Арктика. Военкомат в Ненецком округе образовался в 1938 году. И после этого работал непрерывно. Более того, в годы войны и после нее в каждом районе был свой призывной пункт. Амдерминский, Нижнепечорский, Большеземельский, Канино-Тиманский. В августе 1939 года в округе состоялся первый призыв. А первым Ненецким военкомом стал политрук Сергей Панов. Сегодня на торжественном собрании в честь векового юбилея системы военных комиссариатов вспоминали вехи истории окружного военного комиссариата и говорили о его буднях. На военные комиссариаты в интересах вооруженных сил, других войск, формирования возгладаются следующие задачи. Это разработка планов проведения мобилизации русских транспрессурсов, предложение по вопросу удовлетворения мобилизационных потребностей вооруженных сил и других войск и формирований за счет местных ресурсов, исходя из возможностей субъектов сферации. Первый заместитель главы округа Юрий Мурадов поздравил собравшихся со значимым юбилеем, вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма губернатора Ненецкого округа. Военные комиссариаты сегодня выполняют важные задачи. Это и мобилизационная подготовка, и военно-патриотическое воспитание, и проведение ущебных сборов. Целый ряд других задач, которые для страны, для армии очень важны. Владыка Яков, епископ Нарьинмарский и Мизенский в своем обращении отметил, что служба военкомата чрезвычайно важна в воспитании воинского духа. Председатель окружного собрания депутатов Анатолий Мяндин в своем поздравлении отметил значимость работы военного комиссариата в Ненецком округе, поблагодарил ветеранов службы за преданность делу. Я вам желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых успехов в службе Отечества. У военкоматов много важных задач. Среди них подготовка и учет мобилизационных ресурсов, военно-патриотическое воспитание граждан, пенсионное обеспечение и соцподдержка уволенных в запас. Но для обычных граждан понятие военкомат неразрывно связано с призывом на военную службу. Ольга Руслова, Вадим Носкин, телеканал «Север». Детские фантазии о роботах станут реальностью. На базе «Дюцлидер» открывается региональный центр технического творчества. Здесь до 2021 года появится шесть квантариумов для занятия по техническим и естественно-научным программам. В рамках открытия площадки «Робоквантум» с 5 по 8 апреля пройдут обучающие мастер-классы на новом оборудовании, ориентированные на детей школьного и дошкольного возраста города Наринмара и близлежащих сел. Добавлю, что социально-ориентированный проект по развитию робототехники в рамках системы доп. образования Ненинского округа поддержан участниками Харягинского СРП. Центр технического творчества создается в рамках регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Ненинского округа». Проект спланирован до 2021 года. За это время на единой площадке центра появится 6 «Квантумов» для занятий по техническим и естественно-научным программам. В период с 2017 года по 2020 годы планируется создать технозоны или «Кванториумы». Начинаем с робоквантума, IT-квантума и продолжаем геоквантум, аэроквантум, биоквантум и автоквантум. В «Кванториуме» дети будут обучаться исследованию, моделированию, конструированию, в процессе которых будет формироваться изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление. Будут осваивать самые современные технологии под руководством высоко квалифицированных преподавателей. Для запуска приоритетного регионального проекта в 2017 году за рубеж нефть добыча Харьяга выделила 9 миллионов рублей. На эти средства были закуплены и доставлены в Наринмар материалы и оборудование для двух направлений – робоквантум и IT-квантум. Кроме того, за счет средств компании было закуплено современное оборудование для кабинетов физики и химии для пяти сельских школ. В прошлом году и в грядущем основной будет упор у нас на сферу образования. В целом, что для нас важно, что для нас приоритетно – это направление проекта, это образование, улучшение условий жизни людей или это какие-то культурные инициативы. Для нас важна социальная направленность в том плане, что, да, есть Наринмар, мы понимаем, что есть школы в Наринмаре, есть они в Наринмаре, но также есть школы, которые разделены, поэтому мы не игнорируем их, их просьбы, их нужды. В рамках открытия площадки «Робоквантум» с 5 по 8 апреля в Наринмаре пройдут обучающие мастер-классы на новом оборудовании, ориентированные на детей школьного и дошкольного возраста. На мастер-классах они смогут погрузиться в мир роботов и пройти путь от создания алгоритма управления роботом до программирования и воплощения алгоритма в реальность. Если сейчас в учебных программах нет робототехники, то это означает, что большой вопрос о будущем тех детей, которые робототехники сейчас не оставят. Поэтому ваша регион все делает правильно. Вы, кстати, сейчас на передовом плане многие отстают, надеемся, что они довольны, а мы со своей стороны сделаем все, что можно для того, чтобы помочь, подготовиться вам сейчас, преподавать. В субботу 7 апреля в рамках открытия площадки «Робоквантум» на базе школы номер 4 пройдет марафон для учащихся школ города и поселка искателей. От каждой образовательной организации принять участие смогут по 30 ребят в возрасте от 10 до 14 лет. 8 апреля подобные занятия пройдут в школе имени Антона Пырерко и школе поселка Красное. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Православные верующие в воскресенье отметят праздник Пасхи. Светлое Христово Воскресенье – древнейший и самый важный христианский праздник, который установлен в честь воскресения Иисуса Христа. Накануне праздника в субботу в нижнем пределе Наринмарского храма пройдет освящение пасхальной снедии, а ближе к полуночи состоится божественная литургия и крестный ход. Пасха – особый праздник, торжество над смертью и начало вечной жизни, которую даровал Иисус Христос. Подготовкой к воскресенью Христова у православных верующих был Великий пост, который завершится пасхальной ночью. В субботу мы начнем освящать куличи, Пасхи, пасхальные яички. С полудня до четырех часов дня учрежденные чередой священнослужители будут в нижнем храме Казанской иконы Божией Матери совершать пасхальное ясто, чтобы после божественной литургии в пасхальную ночь христиане могли разговеться, отметить этот праздник уже за праздничным семейным столом. В день Благовещения в этом году, выпадающем на Страстную субботу, православные христиане, которые подготавливались к причастию, смогут исповедаться. В том числе и в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы поселка Искателей. Исповедь начнется в 22 часа, а в 23.30 – богослужение. После полуночи под звон колоколов будет совершен крестный ход. И на этом у меня все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.